Девушки отдыхают По вопросу «Черная королева» обнаружен один файл. Досье LPI номер 268. Зачитай, пожалуйста, данный документ. Конечно, мэм. LPI номер 268. Эллисон Чао. Или же «Черная королева». Является дочерью доктора Чарльза Гирса и Лианджу Чао, оставленной следователем при поступлении на работу в фонд SCP. Возможно, также является LS, одним из наиболее радикальных лидеров «Длани Змея». Согласно данной версии, аббревиатура расшифровывается как «Литл Систер» или же «Маленькая Сестра». Имеются данные, что LPI поддерживает связь с несколькими отражениями себя из параллельных реальностей, сотрудничая с ними для достижения собственных целей. У всех «Черных королев» они разнятся от субъекта к субъекту. Некоторые желают уничтожить фонд, когда как другие – восстановить семью или наказать виновных. В каждой реальности после пропажи доктора Гирса Эллисон отправляется на поиски отца, оканчивающегося безрезультатно или с летальным исходом. В редких исключениях мисс Чао обнаруживает библиотеку странников, являющуюся сборным пунктом для всех «Черных королев». Вскоре девушка вступает в ряды одной из наиболее враждебных групп «Длани Змея» под названием «Клык Змея». Управляя данные фракции и стене, королевы используют группировку для рейдов на учреждения фонда и как средство вербовки неосведомленных версий Эллисон Чао. В отдельных случаях некоторые ЧК самостоятельно отправляются в другие вселенные, чтобы пополнить ряды своей организации. Пример – инцидент «Первый контакт» с участием «Черных королев Раст», «Дельта», «Йетта» и «Кросскат». Благодаря отделу «Мульти-В», специализирующимся на исследовании параллельных вселенных, а также лояльным по отношению к фонду «Черным королевам», организации была составлена подробная документация о членах данной группировки и их возможной текущей деятельности. Согласно последней редакции, фонду известно о 21-й версии «Черной королевы». Среди них «А» – ранее указанные ЧК «Раст», «Дельта», «Йетта» и «Кросскат». Статус – неизвестно. «Б» – SCP-AATR – неофициальное название «Женщина из иного мира». Статус – находится на содержании. Объекту удалось несанкционированно проникнуть в Зону 19 и похитить доктора Чарльза Гирса. Проявив присущий исследователю хладнокровие и профессионализм, доктор Гирс сумел обезвредить объект и вызвать оперативную группу на место своего нахождения. «Си» – «Черная королева Персифона». Статус – неизвестно. Как и некоторые другие ЧК, связано с так называемым «Домом Гирсов» – пузырем между мирами, в котором проживают 218 похищенных версий доктора Гирса. Согласно наиболее популярной гипотезе, данное пространство было создано неизвестным скульптором реальности. Возможно, одно из версий ЧК. «Ди» – «Королева». Статус – неизвестно. В отличие от других ЧК, целью данной королевы является убийство версий доктора Гирса, представляющих опасность для своей или других реальностей. На данный момент королеве удалось ликвидировать 16 экземпляров доктора Гирса. Последней жертвой королевы является версия исследователя, слившаяся с лесным богом, что привело к сценарию конца света класса GK. В ликвидации данного доктора также участвовала молодая ЧК, известная как «Сестра». «И» – «Черная Королева 1 и 2». Статус – неизвестно. Одни из первых обнаруженных фондом королев. В своей вселенной номер один активно враждует с фондом SCP и является ответственной за проникновение в Зону 19, пытки и убийство двух агентов, а также кражу 12 SCP-объектов. Номер два является более молодой версией номера один из другой вселенной. По неизвестной причине – в убийстве номера два заинтересованном кит. F – LPI-4056. Статус – находится на содержании. Данная «Черная Королева» была обнаружена во вселенной, где произошел сценарий конца света Омега-К. Ей был присвоен номер LPI после обнаружения SCP-4056. Объект представляет из себя комплекс на севере Аляски, содержащий около 550 различных гуманоидов в криогенных стазис-камерах. Хотя каждый из этих гуманоидов несколько отличается друг от друга по внешнему виду, генетический анализ показал, что их ДНК идентична ДНК директора Чарльза Огдона Гирса, который впоследствии и задержал LPI-4056. Субъект временно содержится в зоне 17, пока в зоне 34 не будет построена достаточно безопасная камера содержания. Еженедельные интервью будут проводиться лично директором Гирсом согласно его указу. G – «Черная Королева Гнозис». Статус – неизвестно. Наиболее примечательной особенностью ЧК «Гнозис» является ее активная вовлеченность в составление межвселенской базы данных. Субъект участвовал в составлении документации о таких аномалиях, как «Кассандра» или же SCP-085, «Рагнарёк», «Остров Ричардсон» или же SCP-8249, «Лямбда-убийца» и «Пранторзис ужасный». H – Элисон Чаоли – «Черная Королева Бабалон». Статус – неизвестно. ЧК «Бабалон» также участвовала в составлении межвселенской БД, задокументировав свои сведения о Карнифексе Карли и корпорации «Сны послаще». I – «Черная Королева Гайя». Статус – неизвестен. Предполагается, что во временной линии Б-173 тело данной королевы было украдено рыцарем цветов. Безымянным из лесов, где Фейри ждут твои ошибки. J – «Черная Королева Ариадна». Статус – неизвестно. Именно ЧК «Ариадна» тесно связана с SCP-8249, являющимся фрактальным островом Ричардсоном, на который она попала вместе с Никто. Неизвестно, что произошло на острове, учитывая его аномальные свойства. Однако ЛПИ удалось сбежать, несмотря на прибывшую на место оперативную группу. Предполагается, что Никто во вселенной L-99 является доктор Чарльз Гирс, прибывший из временной линии Т-6722, в которой произошел сценарий конца света класса ЕК. Возможно, причиной данного события послужил SCP-8249. Кей – «Черная Королева Никто». Статус – неизвестно. Данные удалены. Странно. Нужно будет обратиться к Марии. Продолжай, Граут. Конечно. L – доктор Элисон Бейли Чао. Статус – является генеральным директором Всемирной Организации Параздоровья, входящей в состав 108-й оккультной коалиции. Во временной линии А-198 доктор Бейли Чао являлась версией Тристана Бейли, сотрудника отдела мульти-В в зоне 81. Будучи подверженной аномалии, известной как «Звуки серебра», сотрудница была подвергнута лоботомии, что поспособствовало ее решению покинуть организацию и примкнуть к Черным Королевам. М – пятый смотритель. Статус – состоит в Совете О5 во временной линии D-0089, связано с парижским инцидентом, в ходе которого в городе Париж, штате Техас, погибло около 25 тысяч человек. Целью организации было остановить распространение вирулентного мемагента. Примечательно, что в других временных линиях число погибших варьируется в пределах 23. Н – Черная Королева Каролина. Статус – неизвестно. Связано с SCP-701 и SCP-2264-5, также известным как «Повешенный Король». Общается в стихотворной форме и утверждает, что является королевой Аллагадды. О – Элиот Чао. Статус – неизвестно. Сведения о данной Черной Королеве указаны в документе Рукки. Пи – Королева Черной Луны. Статус – неизвестно. Последняя известная фонду версия Черной Королевы, так же, как и ее отец, не способна выражать эмоции. На данный момент более нам ничего неизвестно. Понятно. Что же, благодарю тебя, Граут. Всегда пожалуйста, Смотритель. До скорой встречи. Мольбы и крики в том числе. Не быть вам чудеса. Не вспыкнула искра в мгле. Мертвые его глаза. Исойки вспомнились о чем? Вороны и махи. Ее отец был не Грачевой, а лишь одной из шестерей. КОНГЛИСЬ.